математика точная наука религия любит точность проблеме точного определения времени намаза который до недавнего времени стояла остров в ингушетии посвятил свое исследование простой преподаватель математики местной школы илья сбеков он превратил профессию преподавателя в ежедневное исследовательское путешествие куда ведет он за собой молодые умы баскетбол медицины религии все это сквозь призму алгебры свое уникальное исследование математик назвал алгебраическим трактатом точно также как именовали свои труды ученые средневековья на страницах этого трактата автор изучает происхождение слова алгебра в русском языке которая имеет арабские корни и как оказалось связано но не только с математикой но и к примеру с медициной медицина очень родственная математика наука почему в медицине был такой термин джебара по-арабски он означает вправление вправление чего вправление вывихнутой кости на место арабы называли этот термин арабы называли этот методический этот медицинский прием термином джебара и математик мухаммад ибн мусс аль-хразми видимо перенял это из медицины поскольку по своему значению а также является восстановлением уровня с членом уравнения из одной части в другую так вот далее я разбираю разбираю в книге другие однокоренные слова как я сказал например русский термин габариты также происходит от арабского термина джебират который свою очередь происходит от и от и от термина джебар идея создания трактата пришла математику еще в школе тогда он впервые задумался о том как переводится слово алгебра уже после окончания университета илья сбеков стал учителем а свободное время проводил в библиотеке изучая толковые словари и читая художественную литературу средних веков где упоминалось арабское слово алджебра писать я трактат начал где-то пару лет назад и написал его за два месяца в книге демонстрируется принцип мета предметности сегодня и сегодня хорошо известны педагогам принцип мета предметности когда мы берем один термин научный термин который успел уже просочиться во все науки и стать общий научным термином эта книга полезна для всех особенно для гуманитариев поэтому пугаться не стоит все написано самым простым и понятным языком для читателя а найти для себя нужную информацию может каждый пусть люди не пугаются читатели алгебрический алгебра здесь вообще мало здесь история науки алгебра чуть-чуть обсуждена в одной главе при объяснении методики решения уравнений книга будет полезна тем ребятам которые учатся в медресе изучают науку сарф еще одним достижением ильяса бекова можно считать определение точного времени намаза по солнечным часам у математика есть макет с проекцией небосвода которую он создал благодаря лазерным технологиям механизм работает просто узнать время можно по тени немаловажную роль играет географическое положение ибн ашатры являлся хранителем времени это очень была престижная профессия при мечети то есть хранитель времени он указывал музей ну когда наступает время молитв то есть допустим я являюсь хранителем времени вот солнце поднимается к зениту вот она достигла зенита и я немножечко еще жду и как только солнце переваливает зенит тень начинает отделяться от этой линии и следовательно удлиняться хотя длину очень трудно заметить но это так и есть заранее все рассчитано так вот этот момент отделение и есть время наступления дневной зугор молитвы 6 октября прошлого года я снимал один ролик в котором опытным путем также указывая значит текущее московское время и наблюдая за тенью доказал опытным путем что время молитвы на 6 октября 2019 года неважно какого года кстати 6 октября наступала в 1154 это еще я добавил две минуты это означает что сейчас идет сентябрь и действительно 6 октября опять же будет в 1154 время мы знаем что время дневной молитвы то есть обеденная молитва но также является непостоянным то есть она изменяется пусть и не как другие молитвы но изменяется небольшими то есть в интервале приблизительно от 11 47 до 12 до 20 саму идею преподаватель математики взял у арабского ученого который в 14 веке построил солнечные часы а молодой ингушский учитель этот механизм создал сначала в родной кантершевской первой школе затем на площади аланьев в магасе эта конструкция на самом деле сложная геометрическая задача правильно выстроены указатели бросает тень на циферблат и показывает время узнать которое можно только знает точные географические координаты конкретного места или аспеков даже начал строительство часов в местной мечети это тысячелетняя традиция от которой в веке 21 многие давно отошли таким образом по воле всевышнего это будет первая мечеть в стране где будут определять время молитв по необычному методу солнечные часы мечети я я считаю что это прекрасный проект с той точки зрения что прихожане мечети будут задаваться вопросом а как работает солнечные часы и тем самым притворяя веление всевышнего аллаха в куране размышлять над небесными телами то есть движение солнца луны и так далее наблюдение за тенью нужно отметить что в куране есть три аята которые непосредственно то есть прямым текстом повелевают нам верующим наблюдать за тенью например всевышний аллах говорит в куране а воля мира у и лана хана каллаху мишей это файя у вера луанил ямини ващина или суджеда лиллахом до хрун всевышний аллах сообщает и повелевает нам посмотреть на некоторые из творений всевышнего которые имеют тень склоняющиеся вправо и влево совершая земной поклон перед аллахом в то время как сами они эти творения стоят смиренно то есть и вышний аллах сообщает что любая тень в этом мире даже тень неверующего бога человека совершает земной поклон всевышнему об этом сказано в куране еще один проект книга о флаге ингушетии которая еще не успела получить широкую огласку презентация только намечается тут математическим расчетом автор изучил главный символ региона и составил инструкцию черчения привел факты и важные замечания и обнаружил что у флага республики ингушетии отсутствует инструкция черчения что привело к произволу в изображении солярного знака и год стараний привел к тому что я написал наконец-таки инструкцию черчения ингушского флага и попробовал вписать в численные пропорции этого флага историю очень важные даты истории ингушского народа за время работы в школе ильяс несколько раз участвовал в конкурсе учитель года ингушетии два раза выходил в финал он становился победителем республиканского конкурса знает свою религию своим примером педагог показывает что даже будучи учителем математики можно развивать себя в разных науках точно так же как и находить новые грани в привычной для нас алгебре геометрии и астрономии зелим хан калоев адам аушев канал олив ингушетия